Фильм создан при благотворительной поддержке «Блаватник Фэмили Фандэйшн». Мне было, наверное, лет 14. Я попал на отчетный концерт Московского хореографического училища. И позвали меня и моего друга. Я сидел на каком-то самом высоком месте слева, он сидел справа, и мы переглядывались в бинокль, и было весело настолько, потому что я никогда не видел такой большой театр. Ну, большой театр, в прямом смысле большой театр. И я помню, что меня впечатлил этот зал, и это еще было до ремонта, и я помню это ощущение такой в хорошем смысле старины. Конечно, тогда на тот момент я понял, что, видимо, для того, чтобы танцевать в этом театре, нужно быть сверхталантливым человеком. На тот момент премьер в академическом театре — это был «Принц», просто эквивалент, это синоним одно и то же. Вот, пожалуй, гудановцы, скорее, дзеуваров, это вот прям, вот можно на них посмотреть, их как вот они танцевали, что они делают, это премьеры. Вот самые настоящие классические премьеры. Для меня, молодого парня, это казалось просто, ну, какие-то мастодонты, до которых вообще абсолютно не дотянуться, и поэтому я, честно, даже в смелых мечтах не мог даже подумать о том, что когда-то я стану премьером Большого театра. Ой, это было что-то с какой-то вообще другой планеты. Люди, я на них смотрела, как небожители каких-то, правда. Когда я стала премьер-балериной, было, конечно, приятно, но вот такого что-то я прям не испытала. И никогда не было этой целью. Конечно, приятно быть премьером Большого театра. А это, конечно, здорово, круто. Особенно ты понимаешь, когда ты приезжаешь куда-то на гастроли, как-то тебя это подстегивает. Все-таки ты жизнь Большого театра давая. Плюсов прима-балерины нет. Никаких. Прима-балерины — это огромная ответственность. Это ответственность, в первую очередь, перед собой, а во вторую очередь, конечно, перед зрителем, перед театром, перед коллегами. Это статус, который тебя обязывает очень ко многому. Это самая высшая ступень. Это самые одаренные. Это сложная профессия. Спасибо. 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 Вы... Нормально расписали. Давай. Давай. Спасибо. Ог slatro. Продолжение следует... Продолжение следует... Я закончила Московскую Академию Хореографии. Были у меня сомнения, что меня могут не взять, потому что в тот момент, когда я выпускалась, все-таки в приоритете более высокие, длинные артистки. Я все-таки такого среднего достаточно роста для большого театра. Я была одной из лидеров в классе. Так было на протяжении практически всего моего обучения. И это были показатели... То есть у меня было три международных конкурса артистов балета, в которых я занимала места. И на тот момент конкурсы были очень сильные. Я изначально понимал, что в училище на меня не делают ставку, как на классического танцовщика, который будет вести репертуар и может стать премьером балета. Я был более эмоционально, танцевал, наверное, сценические танцы там, да. Ну, как бы в классике тоже был не самым... Ну, хорошист. Но прекрасно понимал, что мой удел, если дадут какую-нибудь роль второго плана, то это мое достижение, допустим. От спина на ронды. Через первую. Через пассе. Хорошо, гнемся произвольно. Я выпускался из Новосибирска. И после того, как я закончил школу, я уехал в Южную Корею. И там я не знал абсолютно ни английского, ни корейского, вообще ничего. Фаи. Рон, Версэ. Когда я приехал в Универсал Бальдер, я попал в кордебалет. И я танцевал, наверное, год в кордебалете с ребятами, с корейцами. Было весело. Аккуратнее в чужую. Потихонечку-потихонечку стал готовить премьерские партии. Ну, конечно, был очень молодой. Зеленый. Первые спектакли смотришь вот сейчас и думаешь, ой, какой же... Держался сам за партнершу, не партнершу держал. Ну, все было. Молодцы. Бедрышки поднимай на балет. Хорошо. Молодцы. Года четыре мы проработали, и меня пригласили в Тюрик-балет. В Москву меня пригласил Сергей Юрьевич Филин в театр Стенниславского и Немировича Данченко сразу в качестве премьера балетного трупа в театре. Тюрик-балет. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» Я работал в Станиславском, ходил мимо Большого и думал, вот бы здесь, да, было бы здорово работать здесь. Чуть прям вот так, да, расслабь позу. Не быстро тебе, пошире. Катя, помни, пожалуйста, да? Здесь Александр Николаевич Ветров очень мне помог, объяснял, как правильно забрасывать ноги, правильно использовать руки. Корпус. Мог подальше ее туда помочь ей уйти. Лучше, но все равно все в крайний момент делаешь. Мы много работали с ним, я ему, конечно, очень благодарен. К сожалению, у меня родители в Новосибирске остались. И можно сказать, что Александр Николаевич Ветров для меня как второй отец, можно сказать. Да, такой балетный папа. Я боюсь всегда, когда переводится. То есть это может через шаг. Она к тебе. Хорошо. Сейчас хорошо. Сейчас это как-то. Я не могу, что ты держу. Видно, конечно. Я их сразу увидела. И отдельно с ними занималась. Это очень важно. Какие-то вариации пробовали. Ну, короче говоря, растила их, чтобы они выросли вот таких танцовщиц. Вот я помню наш выпуск. Мы такие пришли простые. В том плане, что, знаете, мы были такие счастливы, что только нас сюда взяли. Неважно, что это был второй кардебалет. Это была самая низшая ступень. Но хочу сказать, что на тот момент руководитель мне так открыто и сказал, что ты никто. И ты начинаешь свой путь с нуля. В кардебалете я считаю, что я время не зря провела, но немножко потеряла, скажем так. С своих первых лет обучений я всегда танцевала соло. И для меня было очень непросто. Соблюдать линию, следить, чтобы не выпадать, держать попугая, его не потерять. То есть вот какие-то такие примитивные вещи, они были для меня необычны. Я вот полгода работала достаточно в кардебалете, но мы уже что-то репетировали со Светланой Зантимировной, какие-то сольные вещи. Я помню свою первую сольную партию. Это была испанская кукла в балете Щелкунчика Григоровича на Новый год. И вот тогда были эти эмоции, что да, вот это на всю жизнь, это моя первая сольная роль. И вот там-то и были эти самые эмоции, что что-то произошло. Сейчас, пожалуйста, корпус. И. 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 Да, так же. Корпус. И. Чем взрослее она меня становится, тем больше я понимаю, что очень много зависит от самого человека, от твоего умения работать, от твоего характера. Ну? Что мы? Проверим. Проверим. Так, телеграмма. Я уже много раз говорил, что в начале карьеры я, честно, даже не помышлял о том, что когда-то я стану премьером Большого театра. Есть такая поговорка, все ее прекрасно знают, что аппетит приходит во время еды, когда постепенно, партия за партией. Я чувствовал, что могу, но не видел вариантов возможности перейти на какую-то новую личную ступень. И потом в моей жизни появился мой педагог, Александр Николаевич Ветров. Вот он, наверное, сыграл такую ключевую роль, которая дала мне возможность поверить в себя, что я могу способен на что-то большее. Перед тем таким пассажем в страну Венгрию, я думал, что вот этот момент, вот он близок. Но этого не случилось. Ну, я был премьером венгерского национального балета. А, не, я понял. Ну, конечно, премьерство там, это не достижение премьерства в Большом театре. Когда состоялось возвращение, многие сказали, ну что, выторговал себе там премьерство? Я такое услышал, но для меня это было на самом деле немного дико, потому что моя задача была просто вернуться, наверное, туда, где мой дом. Потому что я в этом здании с начала своей карьеры, наверное, провел больше часов, чем находясь дома, видя своего ребенка. Я, когда возвращался, я дал себе такую установку, что я не пришел сюда не ждать премьерства, я просто пришел работать и быть полезным театром. Внутренне я, как бы, конечно, может быть, не буду лукавить хотел, но, если говорить вдумчиво, то я понимал, что этого может не случиться. Ну вот, время пришло, видимо. Приказ подписан, скорее всего, 10 января. Но, если быть честным, опять же-таки, то, конечно, наверное, вот только сейчас я вот как-то более-менее успокоился внутренне, потому что очень волновался, и в какой-то степени, наверное, меня давило, наверное, вот этот вот статус премьерства. Когда, например, ты в статусе ведущего, и, допустим, гипотетически что-то может пойти не так, ну, как бы, все скажут, ну, ведущий. А когда ты премьер, ты уже, как бы, не имеешь права на ошибку. Я закончил хореографическое училище в Театре танца «Гжели», и мой мозг до 14 лет был уверен, что я, если буду танцевать, то это в народном ансамбле. После того, как я закончил, я сразу понял, что я не останусь там, где я учился. Я решил попробовать в Санкт-Петербург к Борису Яковлевичу Эйфману. Ему всегда нужны были рослые и высокие юноши, и он сказал, что мы тебе берем, и даже дал уже две партии. А потом уже решил попробовать Большой театр. Меня записали в список на просмотр, и я встал на боковую палку практически перед носом у всех педагогов. И мне показалось, что я не очень хорошо занимался. Ровно через два месяца позвонил заведующий балетной труппы Геннадий Петрович Янин, и сказал, что мы вас берем, приходите завтра на класс. У нас просто два онлайн-заказа. Про нас фильм с тобой, знаешь? Да. Который я человеческий. Во втором акте Леша вообще говорил, и финал во второй вариации, где там козлы тоже идут, можете делать как хотите и что хотите. Я вот этот круг, который там в самом... Ну, в первой вариации я хочу козлы сделать. Делаешь по-своему, и мне это не музыкально. А если все это музыкально разложить, то хоть на голове вертись. Дальше кардебалет. Абсолютно глухой кардебалет. Первые полгода я даже в кардебалете ничего не танцевал. Я стоял в придворных, потому что не было мест. Мне казалось, что я чужой там абсолютно, хотя уже на четвертый день у меня было ощущение, что Большой театр всегда был вот со мной рядом. То есть не было такого, что я чужак, но отношений, конечно, было. Но это не только ко мне, это каждого новичка, кто приходит в Большой театр, воспринимает немножко как чужого. Пока ты что-то не станцуешь, и, ну, я бы сказал, не докажешь труппе, что ты можешь танцевать на сцене, ходить в кардебалете. На самом деле многие из кардебалета не хотят уходить, их устраивает это. А мне всегда хотелось в первую очередь станцевать весь классический репертуар, все самые главные спектакли, которые идут в Большом театре. То есть я не думал о том, что вот надо скорее стать премьером, у меня не было такой цели. Оно, вот как я говорю, каждый год было повышение, и вот как-то так, как данность для меня была. Хотя, конечно, не скрою, когда я стал премьером, для меня это была большая радость. Я очень много смотрела записей со спектаклями, с премьерами, в театре спектаклей, которые проходили, и знала, наверное, на момент, как пришла в театр всех главных танцовщиков и балерин. Денис вообще на тот момент был самым молодым премьером, в 25 лет он стал премьером. Это редко вообще так бывает. У меня дедушка с бабушкой, которые жили очень далеко от Москвы, в деревне, они всегда воспитывали меня достаточно в хорошем смысле, в жестких условиях. Я всегда им помогал по хозяйству, и я не считал, что я какой-то обделенный, потому что все едут на море, все лежат, отдыхают, а я что-то в деревне там делаю. Нет, никогда такого не было, потому что я понимал, что те люди, которые сейчас лежат на море, они никогда не увидят то, чего вижу я. Воспитание такое. Быть спокойным и трудиться, все. Когда в спектакле что-то не получилось, или просто в зале у тебя не получается какой-то элемент, мы, конечно, приходим дома, обсуждаем, поскольку мы еще вместе работаем в театре. Денис очень часто там, уже поскольку он много танцевал какие-то спектакли, пытается что-то новое в них внести. Это даже не всегда какой-то элемент, это может быть какая-нибудь новая эмоция. Можно по-другому чуть-чуть прочувствовать своего героя. Вы знаете, я считаю, что настоящий классический премьер Большого академического театра должен танцевать все главные классические спектакли. Многие могут не согласиться, но для меня важно, чтобы премьер Большого театра танцевал принцев и балет Чайковского. Если в Большом театре будет набор современной хореографии, то это будет гибель нашего театра. Все остальное это уже эксперименты. А эксперименты, они могут удастся или не удастся. Как я считаю, это еще одна ступень на пути эволюции нашего театра. Это именно не деградация, это эволюция, на мой взгляд, потому что мир сейчас балета, он настолько стал шире, столько вообще появилось возможностей современного направления танцев. Такое количество, что должны быть как минимум две. Два направления развития, и люди, чтобы могли там и там развиваться и показывать. Ну и была мотивация стремиться к этому, делать это все на высоком уровне. То, что я не принц, я понял еще в старших классах академии. Тогда я впервые одел трико, значит, и увидел свои недотянутые коленки, отсутствие, значит, балетных красивых столб, и ужаснулся. То есть мне говорят, что я молодец, здорово. А я смотрю и говорю, да где здорово-то? Это ужас какой-то, господи. И там фотография до сих пор у меня в памяти, где, значит, у меня абсолютно завернутая пятка в полупальцах. Я такой, воу, воу, воу. Ну, мне это ничуть не помешало попасть, опять же, в Большой театр. В Дамгахе еще был бассейн. А вот это немаловажный аспект, потому что плавать я обожал. И это, пожалуй, был самый, ну, наверное, сложный выбор в детстве. Пойти в балет или остаться заниматься плаванием. Хотелось приятное время сделать, и я вот сделал выбор в сторону балета. Если я чем-то занимаюсь, я должен это делать максимально, желательно лучше всех. И иначе просто не зачем этим заниматься. Это вот, наверное, осталось из плавания первое. Я должен быть первым. Вот мы пришли, и, наверное, прям вот с первого года буквально пошли изменения в театральной жизни вообще Большого театра, потому что постепенно стал появляться современный балет. Появилось альтернативное направление движения карьеры, и вот мы попали в этот момент. Могу сказать честно, я никогда не говорил, вот теперь у меня есть возможность стать премьером. Но близкие мои люди, друзья, говорили, Дэн, ну, слушай, а может, как бы, да, почему нет? Я говорю, ребят, ну, камон, как я себе всегда представлял в классическом театре премьера, я не соответствовал сам для себя. Если подобное вот исключение, такое явилось, назначение меня на премьерство, станет мотивацией для танцовщиков, для молодых, кто поверит в то, что можно действительно, получается, возможно выполнять свою работу честно, не отказываться от каких-то партий, не считать какие-то партии проходными, маленькими, ну, вот я никогда не считал, брался за все и старался всегда это сделать максимально. И при этом можно дойти до вот этой определенной ступени, то это будет классно. На сайте написано, вначале была написана Галя Паснова. Она же Зина, она же танцовщица, она же Петр. Нет, а я был уверен, что мы с тобой танцуем, и совершенно даже не подозревал, что там может Паснова затесаться. Мне потом Наташка говорит, а почему Паснова два раза написано? Я такой говорю, ну, скорее всего, она доярка. А, она на сайте посмотрела? Да, я говорю, скорее всего, она доярка, ее, может быть, написали, я говорю, туда по ошибке. Я говорю, я уверен, что я с Машкой. Она такая, ну, написано, я говорю, да нет. Да, да. Я-то знаю. Хотя, не скрою, я в курсе прекрасно разговоров за моей спиной о том, что как так он ничего не станцевал, у него нет ни одной премьерской партии и так далее, и так далее. Если смотреть какие-то знаменательные спектакли, которые у нас были, которые как раз-таки раскрывали театр как демократический театр, то многие этого не знают, может, не хотят знать, мне это не касается, но я абсолютно тоже к этому нормально отношусь. Все, меня должны любить. А, нет, до двухдесяти, нормально, все, я успеваю. Ну, я там же буду опять, не выждай, ты у меня. Без костюмов. В смысле, без. Я хочу на тебе платье. Иди. Все, я пошел. Машень, спасибо, до завтра. Спасибо. Без конкуренции, конечно, нашу профессию тяжело очень представить. Очень много было у меня таких моментов в жизни моей творческой, когда какие-то вводы и дебюты моих коллег, они меня подстегивали на такие новые, такие совершенно неожиданные совершения. У меня появлялось вот это, а почему я так не смогу? А я смогу так и смогу даже лучше. Я хочу это. У нас всех взяли в кардебалет. На тот момент никого никогда в солисты не брали. Мы танцевали практически весь наш выпуск. Танцевали такие партии, которые сейчас даже не танцуют артисты. Это Рапчата в Боедерке, сейчас дети все танцуют. Выходила последней тенью. Тогда впереди шли песокие девушки, а в заключение самые такие маленькие. Вот я ходила последней тенью. Я верила, что я не останусь в кардебалете. Я прям чувствовала это, что вот я должна пойти дальше. Потом у меня был просто какой-то спортивный интерес. Я с детства занималась спортом, и у меня вот этот спортивный характер... Много раз мне не говорили нет, а я говорила да, но позже. И когда мне повысили солисты, я вот как бы поняла, значит, все, Настя, ты можешь. Ну вот эти, помнишь, розиночки, но хочешь, чтобы тебе не как в прошлый раз было бы спокойно со сеткой? Да, она под сетом. Ничего не надо. А ты у Андрея не крыльцами записываешь? Нет, я и ресницы не прошу. А ты просто клеишь? Угу. Сколько уже, наверное, лет семь прошло. Я вот в статусе премобалерина. Ну, потом у меня случилась тяжелая травма, и ты наложил свой отпечаток. Сделали операцию, которую надо было сделать практически сразу, только через 4 месяца после травмы. У меня была дикая депрессия, ничего нельзя было делать. И когда мне сняли через месяц гипс, я помню очень хорошо свои ощущения, когда я наступаю на свою ногу, и это не моя. Нога не моя. Нога левая, это основная толчковая нога, это нога, на которой крутит путь Т. Это, наверное, была единственная мысль. Вот тогда, вот эта минута моего сомнения, это когда я думала, все. Взяла себя в руки, конечно, потихонечку, вообще полигонечку начала наверстывать, и у меня появилась настоящая одержимость. У меня просто одержимость, я занималась 5 часов подряд. И, конечно, опять же, вера моего педагога в меня, потому что она со мной, как с первокласской тогда. Я училась заново стоять на пуантах, она вставалась со мной вечером. И мы с ней делали элементарные движения, которые делают девочки в первом классе. Она смотрела на меня, Светлана Тимировна, бедная, родная. Практически сама, да, вот реально плакала. Но каждый день она мне говорила, вот сегодня, Настюш, вообще другое дело. Вот сегодня вот гораздо лучше. Вот вчера... А сегодня уже гораздо лучше. И я понимала, я видела, что это не так, но вот эти слова, в тот момент, они мне были так важны. Когда я вышла на сцену, нога просто, ну, как бы не слушалась. То есть я завалила все вращения. И обычно я очень всегда расстраиваюсь. Но в тот момент было такое счастье, что я вернулась, что я сейчас нахожусь здесь, что я смогла. Я понимала, что там надо еще много наработать, надо ее закачивать. Я уже не сомневалась, что все получится. Невозможно так, чтобы все спектакли у тебя были вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Всегда в каждой вариации, в каждом монологе самому себе можно сказать, а, вот это не доделал, это могло бы быть лучше. Каждый раз мой руководитель мне дает некую головоломку для того, чтобы я его чем-то, как он говорит, удивил. КОНЕЦ Мы каждый раз с моим педагогом что-нибудь изобретаем, а потом сами мучаемся, но при этом вот это чувство преодоления, как вот некий такой щелчок, который дает переход, ну, какой-то для себя лично, на новый уровень. Я люблю вот тот момент, когда я выхожу из зала балетного после репетиции. Так, ладно. Всего доброго. Ой. И вот репетиция прошла очень честно. Вот это вот совершенно непередаваемое состояние какого-то удовлетворения после удачно выполненной репетиции. Наверное, это один из тех вот моментов таких для меня наиболее приятных. Когда я уже, конечно, возвращалась после декрета, это уже совершенно другие эмоции, совершенно... Хотя было ненамного легче, чем после травмы, но эмоционально просто другие, другое настроение. Я просто вот стала на сцену выходить более как бы осознанно. Я трачу меньше сильно вот эти вот нервы, переживания. Спектакли какие-то стали у меня более гармоничными. Палитра моих чувств стала гораздо шире. отец уже. Ну, выбеги-то как, я не знаю. Каждое танцовищество, выходя на сцену, не просто формально должно выполнять какие-то па, которые балетмейстер поставил, а обязательно петь музыку. И не только делать движения, чтобы красота классического танца была видна. Ну, вообще, мы же танцуем ради того, чтобы танцевать. Техника, она есть техника, конечно, она должна быть обязательно. Техника как средство выразительности. Конечно, нужно танцевать с душой, потому что голая техника, она никому не нужна и неинтересна. И пустым на сцену выходить тоже не надо и ни к чему, и незачем. На сцену надо выходить, чтобы что-то сказать. Балет, мне кажется, все равно делает свое дело. Он все равно задевает там что-то прекрасное у людей, вынимает какие-то у них такие, затрагивает какие-то струны. И вообще, вот я всегда говорю, что для меня самое дорогое это когда люди же очень многие стесняются после спектакля, говорят, что вот мы не хотим вас отвлекать, ждать, или что-то нам так неудобно выразить свое мнение. А это безумно приятно, это дико приятно, когда человек, пусть и какими-то, как ему кажется, странными, примитивными словами, но выражается в ее наболевшие боль, вот как его тронуло, как вот это я сделала, как то я сделала, это самое дорогое, что может быть для меня, что он мне говорит. То есть это такая ниточка, такая связь, вот в принципе, то ради чего как бы я и выхожу на сцену, чтобы вот, скажем, донести это туда, до глубины, до струн. И вот когда в самом конце, когда ты стоишь перед зрительным залом, видишь перед собой большой театр, и тебе хлопает весь зал, и ты видишь лица вот этих довольных зрителей, которые насладились спектаклем, это самое приятное в моей профессии. Мы не становимся мощнее с годами, в любом случае происходит, ну вообще усталость накапливается, после спектакля бывает, накрывает даже не на один день. Я бы никогда не трасовала там спектакль через два дня, через три дня. Для меня сейчас вот я абсолютно тонко это понимаю, невозможно, поскольку очень тяжко я отхожу от своих героинь. Они меня не отпускают, и это очень непросто. Не просто даже, не то что физически, а эмоционально непросто. Боюсь ли я, что вот скоро это все закончится, прекратится, и балет уйдет из моей жизни. Не знаю. В любом случае, мне кажется, что он не может так просто уйти из твоей жизни. что-то все равно будет связано с искусством обязательно. Я не могу существовать без этого. Это мой воздух, это мой мир. В блокноте, где я пишу замечания педагога, где-то у меня записано, что людям плевать на твое настроение сегодня, и ты должен дарить людям тепло, душевное и радость. И шел мастгоон. Вот так. А то вам не показалось из зала, что у нее ушки не торчали сильно? Торчат ушки, да. А почему не торчали? Нет, вам не показалось, что... Нет, можно просто чуть-чуть подклеивать, мне кажется. Нет, вот смотри, можно делать вот так вот, вот так, но тогда делать надо вот так. Нет, смотри, если она смирно говорит, что из зала не казалось, значит, мне просто чуть-чуть... Из зала нормально. А в жизни? В жизни? Нет, не в жизни, а в ссорной. Да на камеру торчат уши у меня, да, торчат, да. Это ему не мешает. Хороший. Хороший.